Сегодня у нас первый охотничий день прошел на Каспии Сегодня вышли Сережа, Адель, Дима на охоту Ураган стих, штормов уже меньше На сегодняшний день правильно, да? Погода была хорошая Было 10-12 у вас до нашего приезда, правильно? Да, 10-12 Сейчас где-то метр три-четыре Кефаль была, но было кефали немного Дима у нас сегодня чемпион Взял на кило шестьсот самую большую кефаль Ну, естественно, он чемпион Ему чистить, ему готовить эту кефаль Я готовлю чаще всего на мангале кефаль Именно на мангале она получается Самого натурального вкуса И абсолютно нет никаких ингредиентов сторонних Только соль, перец и сама рыба В данном случае она уже почищена, разделана Вот, я обязательно надрезаю тонко саму рыбу Чтобы она лучше просолилась Ее полностью нарезать не надо То есть до кости В данном случае вы делаете тонкие надрезы Чтобы вот эта часть осталась не надрезанной Ну и, конечно же, спина тоже получается не надрезан Если рыба будет полностью надрезана Она просто развалится Вы не сможете ее прожарить Она не сядет и так далее Поэтому Вот, следующим этапом мы будем нарезать ровные кусочки В среднем где-то в два пальца, в три пальца шириной То есть когда одевается шомпа Чтобы если она будет слишком широкой Вот, она будет обвисать И падать, и рыба развалится Поэтому максимум три пальца У вас получились вот такие кусочки Они крупные То есть если вы ее насадите на шомпу Она не прожарится Сверху она уже будет гореть Но внутри рыба еще не будет готова И будет иметь специфический запах В обязательном порядке Вы вдоль позвоночника Отрезаете ровные кусочки И все Дальнейшие действия Вы отрезаете плавники Они острые, они не представляют никакой кулинарной Интереса Идем дальше Остался хвост Смотрите, то есть толщина мяса очень большая И оно нормально не прожарится Я хвост всегда вырезаю Отделяю от позвоночника Я когда делал надрезы Я говорю, что их не надо делать до кости Да, для чего? Потому что вы сейчас будете надевать шомпу И если вы заметили Надрез не мешает То есть вы наденете И у вас ничего падать не будет Смотрите В данном случае она сейчас порезана полностью Что я буду делать? Я буду ее солить Я мочу руки После этого Как бы я уже знаю, сколько надо Обязательно на руку А потом солю рыбу Размазываю И обязательно втираю ее во внутренний До процесса жарки осталось где-то минут 30 Этого вполне достаточно И даже больше, чем достаточно Для того, чтобы рыба впитала соль И при этом не успела весь свой сок выделить Поэтому рыба будет сочной и вкусной К шашлыку из рыбы будем делать шашлык из помидоров И из баклажанов Первую часть обязательно прожаривается вот эта часть И потом уже шомпул разворачивается вниз Прожаривается нижняя часть Поэтому я все помидоры Вот, одеваю вот так Как правильно насаживать? Вы берете кусочек Вот Насаживаете так Что конец проходит шомпу Между рыбой и кожей Здесь самая твердая часть И вот эта часть и будет держать рыбу Все Вот таким вот образом Ваша рыба держится на шомпу Я тоже подготовил уже демьянки Мы их немножечко просолим Для этого мы делаем небольшой надрез Просаливаем их изнутри Вот Насаживается вот тоже так же по длине Через 10-15 минут Наша вкусная кефаль будет готова Вот Она начинает только вот процесс поджарки Вот минут через пять У нее будет просто Идеальный гастрономический вид Будем подавать к столу Наш прекрасный вечер подошел к концу Настреляли все рыбы Дима отличился Самую крупную пострелил Ну и естественно он ее разделывал Он ее жарил Пострелил прекрасные помидоры У нас сегодня Адель Сережа у нас дробь нарубил Ну Я думаю что Давайте приступим К вкусному Ужину Субтитры сделал DimaTorzok